Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части Центра медицинской радиологии Данилова Людмила Алексеевна. Здравствуйте! Людмила Алексеевна, у нас сегодня тема с вами – это лимфома, диагностика и лечение. И мы, конечно, безусловно, с вами коснемся темы работы самого Центра медицинской радиологии, потому что я знаю, что это очень важное учреждение в нашей области, оно занимает такой определенный вес, и поэтому мы тоже об этом поговорим. Для начала мой вопрос первый – это лимфомах. Все знают рак молочной железы, рак желудка, рак пищевода, любого другого заболевания. Об этом онкологи все знают. А вот именно лимфома, злокачественная лимфома, об этом, мне кажется, не каждый телезритель знает, поэтому давайте вот об этом расскажем. Что это за такой диагноз? Злокачественная лимфома – это заболевание лимфатической системы. Что у нас относится к лимфатической системе? Это лимфатические узлы, всем хорошо известные, которые мы сами можем у себя пощупать, и лимфоидные органы. Это миндалины, так называемое глоточное кольцо, вилочковые железа, селезенка и аппендикс. Это те органы, которые участвуют в формировании иммунитета. Почему важно обратить внимание? В последнее время зарегистрирован рост заболеваемости среди состной группы от 20 до 30 лет. По возрастному цензу. Поэтому очень важно, да, мы понимаем, что насколько это молодые, активные люди, и насколько эта жизнь их зависит в будущем от качества и результата лечения. Ну, то есть, получается, самый трудоспособный возраст отрагивается, да? Да. Лена Алексеевна, тогда такой вопрос. А какие первые, может быть, признаки есть лимфом? Как у человека может обратить внимание, что у него что-то в организме не так происходит? Ну, очень важно понять, с чего начинается, и что служит причиной развития и потом в дальнейшем заболевания лимфатической системы. Мы сейчас знаем, что сейчас просто бум, да, вирусной инфекции. Очень много вирусов, вызывающих мононуклеоз, вирусы герпеса, вирусы всех видов гепатита, вирусы монодефицита человека. И если вовремя не лечить эти заболевания, не отнестись к ним несерьезно, да, даже в тех случаях, когда есть явная клиническая картина, да, очень часто они протекают в скрытой форме. И даже простой инфицирование этим вирусами может привести к сбою в иммунной системе. В дальнейшем развивается, может развиться лимфома. Какие первые признаки? Это будут локальные они могут быть. Это увеличение тех или иных групп лимфатических узлов. Очень важно иметь в виду, что они могут менять размеры, свою консистенцию, увеличиваться и уменьшаться. Второе – это признаки общего проявления интоксикации. Это беспричинное повышение температуры тела больше 38 градусов. То есть если отсутствуют признаки инфекции, но температура держится достаточно долго, больше 1-2 недель, это очень грозный симптом. Похудание. Все мы знаем, что сейчас очень бомб фитнеса, да, диет современных. Но если человек не придерживался диеты и начинает стремительно худеть, это очень грозный признак. Профузные ночные поты, кожный зуд. Вот это 4 основных признака, да, которые заставляют обратить на себя внимание и в кратчайшие сроки обратиться к своему участковому врачу. Ну, а похудание, в принципе, может и сам человек заметить, да, и его окружающие даже могут заметить это. А какие-то могут быть еще вот при обращении уже к врачу непосредственно, врач на что должен обратить внимание, может быть, и обратит обязательно внимание, вот, и, может быть, какие-то критерии, там, анализа крови, там, или еще какие-то показатели. Очень важно в этой ситуации по совокупности все признаки оценивать, оценить состояние лимфатических узлов. Это плотные каменистообразности лимфатические узлы. При ультразвуковом исследовании, они, как правило, подтверждаются, их пакет, цепочка, увеличение селезенки, увеличение размеров печени, это может быть кашей. Под маской любого простудного заболевания приводить. В крови обязательно увеличение соя, смотрим, количество лифоцитов и формул. В крайне запущенных стадиях мы уже видим и отклонения в биохимическом анализе крови, поэтому одного явного критерия его не существует. В этом и каверзность, да, и сложность диагностики заболевания лимфоидной системы. Второй аспект – это темпы роста этих лимфатических узлов, бурный рост, быстрое развитие и прогрессирование заболевания. И нам очень важно успеть начать поставить правильный диагноз и начать лечение. Поэтому обследование этих больных должно осуществляться в кратчайшие сроки. То есть, опять же, получается, что это врачи первичного звена? Абсолютно верно. То есть, первая инстанция, куда приходит пациент, и именно там могут обратить внимание уже на эти все признаки, да? Совершенно верно. И врачи первичное звено наше – это те люди, которые стоят на страже любого онкологического заболевания. И на них возложена очень большая ответственность – выявить эти звоночки и направить человека на правильное обследование. Если даже мы говорим о любой форме злокачественного заболевания, лучше в этой ситуации провести более полный спектр обследований. Может быть, даже выявить и другие заболевания, но план обследования должен быть выполнен полностью. Лучше убедиться в том, что этого заболевания нет, чем оно будет запущено уже в глубокую стадию. А вот какие признаки могут все-таки, ну или какие-то проявления могут усугубить течение лимфомы, да? Либо вот как-то изменить ее течение. Есть такие какие-то проявления? Совершенно верно. Нелеченные инфекции очень часто именно иммунная система, да, заболевания вирусной природы, о которой я говорила, гепатиты и вирус иммунодефицита человека, они снижают настолько иммунитет, что, во-первых, развивается злокачественное заболевание, так называемые ВИЧ-ассоциированные, ВИЧ-индуцированные лимфомы и гепатиты-индуцированные лимфомы. Иммунитет страдает настолько, что он перестает бороться, да, и присоединяются какие-то еще сопутствующие инфекционные заболевания. Получается, фактически мы видим больного с тремя заболеваниями, угрожающими жизни, которые нужно лечить. Более того, самолечение очень усугубляет течение. Люди начинают делать компрессы, примочки, греть их, да, ходить на какие-то физиопроцедуры самостоятельно, косметологические процедуры, солярии и так далее. Это категорически противопоказано. При любых признаках и заболеваниях, вообще признаках увеличенных лимфатических узлов, стоит в первую очередь исключить угрожающие жизни заболевания, а потом уже заниматься всеми обычной жизнью и пролечить. Пусть это будет банальный лимфоденит, но его надо вовремя пролечить. В дальнейшем уже никаких противопоказаний нет. А вот такой вопрос, Людмила Алексеевна. А вот все-таки наследственный фактор имеет какую-то роль или нет? Или еще плюс к этому, имеет ли фактор, где человек работает, или вообще его производство, например, может быть, какие-то вредные факторы, экология? Ну, вообще, что может повлиять именно на развитие лимфомы? Ну, пусковым толчком, что может услужить, я вас поняла. Это развитие любого злокачественного заболевания, это многофакторный такой процесс. Нет единой, не единой точки зрения, есть такие главенствующие теории. То есть, что вызывает мутацию, запускает этот механизм? Опухолевые клетки образуются у всех, каждую минуту. Самым важным является тот факт, что иммунная система в какой-то момент дает сбой, и организм перестает их отличать и перестает их уничтожать. Факторы такие же. Это ионизирующие излучения, гиперинсоляция, действие пестицидов, да, и крайних температур. Поэтому, но эти все факторы, они неизмежны. Мы должны устранять их максимально, да, минимально контактировать с этими факторами, во-первых. А во-вторых, заниматься здоровым образом жизни, поддерживать иммунитет, дабы снизить риск развития всех таких заболеваний. Ну, то есть, отсутствие вреда привычек тоже должно быть. Обязательно. Как при любом другом заболевании. Всемирной организацией здравоохранения на первом месте стоит фактор курения, да, по резкому развитию злокачественной заболевания любой локализации по полу и возрасту, в том числе и пассивное курение. Об этом тоже важно помнить. Но по наследственности, я имею в виду, вот как, например, там, рак молочной железы, предположим, да, бывает, что у мамы, например, ну, по материнской линии, да, по женской, например, да, или какое-то, предположим, там, заболевание предстательной железы, например, да, у мужчины, может быть, тоже, как по какой-то линии, все-таки прослеживается иногда в статистике. Здесь этого нет, да, у лимфомы? Есть ограниченная категория лимфопролиферативных заболеваний, которые имеют наследственную предрасположенность, склонность, да, как и любого другого рака, между прочим, установлено. Не обязательно, если мама болела заболеванием молочной железы. Если в анамнезе есть родственники, которые заболели опухолью желудочно-кишечного тракта, да, у них высокий риск, у их последующих поколений более повышенный риск заболевания и молочной железы, и женской репродуктивной сферы. То есть это такая перекрестная наследственность, потому что мутация передается из поколения в поколение, и транслируется дефект. И очень важно, он не всегда реализуется, он может не реализоваться, но мы должны избежать тех условий, да, вредных, чтобы сохранить свое здоровье и не дать шанс реализоваться этой генетической информацией. Ну, диагностика тогда, какова диагностика? То есть прямо по пунктам, вот первый, второй, третий. Что должен сделать участковый терапевт? Безусловно, назначить это общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Сделать обзорную рентгенограмму, да, рентгенографии легких в двух проекциях. Ни флюорографии, ни какие-то электронные другие виды. То есть прямой и боковой проекции обязательно. Совершенно классические вещи. Для того, чтобы оценить размер средостей, и посмотреть, увеличены ли лимфатические узлы или нет. Это УЗИ брюшной полости и органов малого таза, и УЗИ периферических лимфатических узлов. Если выявляются какие-то признаки увеличения той или иной группы лимфатических узлов, селезенки, печени, или какие-то дополнительные образования, несвойственные здоровому человеку, эти пациенты должны быть направлены в онкологическое учреждение профильное, которое занимается этими диагностикой более точной и лечением этой категории пациентов. Но само заболевание лимфомы, прогноз его, все-таки вот ее можно вылечить, или прогноз такой не очень хороший, или в ряде случаев это все-таки индивидуально решается? Очень хороший вопрос и правильный. Это единственная категория пациентов, которая независимо от стадий распространенности всегда относится ко второй клинической группе. И в любой стадии имеет шанс вылечиться. В любой абсолютно стадии. Безусловно, зависит от объема опухолевых масс. И эти опухолевые массы не должны превысить критическое значение и не нарушить жизненно важные органы, работу таких органов, как почек, головного мозга, сердце. Во всех остальных случаях эти люди могут быть потенциально излечены с помощью современной лекарственной терапии. Мы не говорим о выздоровлении. Онкологи никогда не говорят о выздоровлении. Мы говорим о достижении полной ремиссии. Когда эти наши пациенты возвращаются к нормальному образу жизни, выходят на работу, создают семьи и рожают здоровых детей. Вот это, наверное, самое главное, что мы должны запомнить. Что им всегда можно помочь и спасти. 90% из этой категории имеют шанс дать пиццу полной ремиссии. Очень хорошо. Вот такой важный аспект, вы его уже затронули, что очень важно не заниматься самолечением, каким-то самым стяжательством, самообследованием. Слушать других людей, которые непрофессиональны, не являются представителями медицины. То есть всегда нужно обращаться к врачам, к нам, к врачам. И тогда действительно будет прогноз благоприятный. И вот эта стойкая ремиссия. И человек может жить до 100 лет и не думать даже о том, что это заболевание вернется. Это так получается. Конечно. То есть это очень важно. Ну и тогда методики лечения, они сейчас какие-то более современные. Если возьмем лимфома, например. Основная методика лечения – это проведение современной лекарственной терапии в сочетании с так называемой таргетной терапией, направленной целевой терапией под каждый тип лимф-пролиферативного заболевания. Мы выполняем биопсию и гистологию. И уже на основании данных иммуногистохемии и генетического анализа подбираем комбинацию максимально эффективных препаратов, самых современных, которые поражают именно эти опухолевые клетки и не влияют на здоровые клетки организма. Интенсивное лечение на первом этапе очень важно. Его нужно проводить максимально эффективно и комплексно. И в кратчайшие сроки добиться ремиссии, дабы не вызвать привыкания этих клеток. И если мы потом при обследовании видим, что опухолевых масс нет, вторым этапом встает вопрос о проведении лучевой терапии на зоны поражения. Поэтому период лечения этих пациентов занимает от 6 до 8 месяцев полностью до констатации ремиссии. Ну, это очень важный такой аспект тоже. Скажите, пожалуйста, а вот Центр медицинской радиологии, Федеральное медицинское агентство, ну, соответственно, вы занимаетесь многими тоже видами опухолей, да? И я хочу, чтобы именно вот об этом вы поговорили, потому что вы там работаете, вы очень хорошо отзываете об этом Центре. Я помню, что он был создан по инициативе губернатора, да, и вот действительно такой мощный, аналогов, наверное, его нет, да, то есть вообще вот, ну, по крайней мере, в Поволжье точно, да? Я хочу, чтобы вы о нем рассказали, об этом Центре медицинской радиологии, и вот и в плане лечения тоже, может быть, лимфом, и других там заболеваний тоже представителей техонкологии. Что вы скажете? Знаете, наш Центр, он уникальный по многим позициям, и я даже вот не могу на себя начать, понять, с чего начать, что более важно и значимо. Ну, во-первых, мы видим пристальное внимание, да, как правительство Российской Федерации, президента, так и Ульяновской области, губернатора личных проблемам экологии в разрезе реализации национальных проектов борьбы со злокачественными заболеваниями. Центр был построен, начал строить достаточно давно. Почему его строили долго? Потому что он уникален. Потому что у нас на территории находится очень большой парк технических машин, которые предназначены специально для того, чтобы диагностировать злокачественные заболевания. Во-первых, мы имеем современные компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографии, два аппарата ПЭТ-КТ. Мы имеем в своем арсенале все виды лучевой терапии, существующие в настоящее время в мире. Это протонная лучевая терапия, это наша изюминка, особенность. Фотонная лучевая терапия и радионуклидная терапия изотопами. И благодаря этим уникальным возможностям мы можем себе позволить полностью обследовать больного с того момента, как он зашел в наше заведение, выполнить все виды биохимических, клинических анализов, УЗИ, далее биопсии, выполнить гистологическое исследование. В сложных случаях у нас налажены контакты напрямую по нашей личной инициативе, с ведущими генетическими лабораториями, чтобы быстро поставить злокачественный диагноз и провести все виды обследования на самом современном этапе. Это первая особенность. Вторая особенность того, что благодаря современным техническим условиям, правильному расположению палат, вентиляции, беспрецедентные меры, мы соответствуем всем требованиям, которые сейчас предъявляются медицинским учреждениям в рамках работы пандемии COVID-19. Мы рассредотачиваем пациентов, ведем забор. У нас есть специальное помещение для изоляции подозрительных случаев. Наша мощность компьютерной томографии, количество машин позволяет в ближайшее время делать при подозрении компьютерную томографию, исключать поражение. И тем самым создаются максимально благоприятные условия для бесперерывного лечения этой сложной категории пациентов. Прекрасно все знаем, что откладывать противопухолевое лечение нельзя. Я еще знаю, что очень многое зависит, конечно, от тех работников, которые работают у вас в Центре медицинской кардиологии, вашего федерального медико-биологического агентства. Это же тоже такая, я думаю, отдельная когорта, потому что все-таки пациенты непростые. И подход очень-то, это же важно очень. Что вы можете сказать о своем коллективе? Коллектив у нас молодой. Он сейчас находится в процессе формирования. Но что хочется отметить, у нас работают люди со всех точек Российской Федерации. То есть приехали к вам? Приехали работать на разные должности, начиная с заместителей, заканчивая средним медицинским персоналом. И когда я спрашиваю, что медсестры, с которой сижу на приеме, а что тебя, молодую девочку, заставило приехать сюда? Вы бы видели, как горят ее глаза. Она говорит, пока я училась в медучилище, я все время мечтала работать в этом центре. Безусловно, мы понимаем, какая степень ответственности, потому что федеральный центр. И жители Ульяновской области имеют такую возможность пользоваться всеми услугами федерального центра. Не выезжая куда-то. Не выезжая куда-то абсолютно. Более того, в рамках программы, территориальной программы госгарантии, в рамках ОМС, все это технологические программы. Любой житель Ульяновской области может взять направление своего лечащего врача, который называется терапевт или хирург, оформить правильные документы и обратиться на прием. И все услуги он будет получиться абсолютно бесплатно в кратчайшие сроки, которые соответствуют порядками нашими нормативными актами. Так, Людмила Аксинь, ну тогда уж раз вы коснулись этой темы, давайте расскажем, как попасть все-таки в Центр медицинской кардиологии. Сложно это просто? Это платно, бесплатно? Как это все осуществляется? Вся помощь жителям Российской Федерации, любого региона при наличии полиса оказывается бесплатна. Если мы сейчас становимся о нашем населении Ульяновской области, что-то нам более близко, то любой житель, наивший полис, имеющий направление от своего участкового врача по норме 057У, может записаться по телефону на прием, на прием, обследование и консультацию, совершенно бесплатно. Там должен быть сформирован диагноз, по которому направляется, или тот иной вид услуги или обследования, которое врач считает, что пациент должен пройти, или пациент сам хочет пройти. Когда направление есть, пациент обращается через колл-центр, код города Димитровград 41416. У нас работает колл-центр, который большей части времени с 7 практически до 8, он принимает звонки, и предложит удобное для него время. Поликлиника наша диагностическая работает также с 8 до 7 вечера, это очень важно для работающего населения или для жителей отдаленных районов. И он может приняться у того специалиста, который он тоже может быть. Ему предложат специалиста в зависимости от уровня и записаться на прием. Если у человека возникают какие-то проблемы, сложности с доступностью, то он через тот же колл-центр сообщает, то мы в интересах пациента можем подвинуть время, предложить альтернативные какие-то варианты. Он, соответственно, за 30 минут до назначенного времени приезжает на проходной, ему описывается пропуск, и в обозначенное время он принимается в поликлинике. – Центр медицинской радиологии, еще раз возвращаясь к теме того, что сколько месяцев, получается, работает уже сам Центр или уже больше года? – Сам Центр работает больше года. – Больше года уже даже, да? Время быстро летит. Но вот чем вы можете сейчас, вот все-таки какие-то, может быть, методики или еще что-то, чего достигли уже за этот год? Или вообще вот к чему стремитесь сейчас именно в работе? – Ну, первое – это, конечно, мы начали протонную терапию в конце прошлого года. – То, что было как раз целью. – Это самое основное, да? Это, чтобы представлять, это высокотехнологичный процесс. Это работают молодые физики, специалисты IBM по расчету и запуску этого пучка. Запустили два циклотрона, открыли комнаты, так называемые, в которых проходит лечение нашей пациенты. Мы начали лечить планово уже, не в рамках клинической апробации, какого-то тестового режима. Это первое. Второе – это мы открыли полностью отделение химиотерапии. Оно начало функционировать. Оно пролечило уже достаточно большое количество пациентов за это время. Работает в полном объеме. И пациенты, многие к нам приезжают из других регионов. Собственно, очень важно, когда те или иные учреждения или отделения могут закрываться по причине ковида. Мы работаем без перебоев, и никаких препятствий по взаимовыручке не существует. Далее мы открываем эндоваскулярное отделение, отделение хирургического профиля. И за последнее время, то, что тоже очень отмечает наш центр, мы запустили ПЭТ. Причем позитронно-эмиссионная томография в нашем учреждении может выполняться на двух машинах. То есть мы достаточно большое количество, более 20 человек в день можем обслуживать на этих машинах. Опять же хочу подчеркнуть, в рамках программы ОМС, госгарантии, совершенно бесплатно любого пациента по профилю онкологии могут выписать направление и пройти обследование. При подозрении на злокачественное заболевание, впервые выявленное, для оценки эффективности лечения или в сложных диагностических случаях. И тем самым сейчас сформировался полный такой замкнутый цикл комплексного подхода для лечения онкологических больных любого профиля. Ну и, естественно, и лимбопролиферативных заболеваний. Мы работаем во всех уровнях в рамках ОМС, ОВМП, ОМС, федерального ОВМП, поэтому все уровни нам доступны. И пытаемся максимально теперь следующим этапом сделать доступную эту помощь в кратчайшее время. И работаем над качеством, доступностью, временем, удобством нахождения пациента. Потому что это очень важно, когда пациент 6-8 месяцев проходит лечение по сложным заболеваниям, борется, безусловно, ему должна быть предоставлена комфортная среда. И психологически тоже. У нас отдельно существует отделение реабилитации, где работают два медицинских психолога, которые могут провести именно какую-то беседу, арт-терапию, шашки, шахматы. Это как бы тоже существует. Wi-Fi работает на территории. Многие очень работают дистанционно в процессе лечения, особенно социально активное. Население – это очень важно. Вот пытаемся работать на достигнутом, не останавливаться. И работать по всем направлениям – это важно. Если останавливаться, начинается регресс. Ну и какие-то консультации тоже вы проводите, да? То есть это постоянно у вас идет непрерывный такой, да? Абсолютно. Все сотрудники центра, имеющие медицинское образование, нацелены на это. Независимо от уровня, регалий и занимаемой должности, они консультируют пациентов в нашей диагностической поликлинике, в том числе и я веду прием. И если времени не хватает всегда, иногда загружен в интересах пациента, мы раздвигаем прием и стараемся, чтобы из нашего учреждения, если уж нездоровым, но спокойным, человек уходил точно и понимал, да, что вот на этом этапе у него есть такая перспектива в дальнейшем, и как он должен поступить. Более того, работает обратная связь. Пациент всегда может сказать, чем он недоволен, тот же самый колл-центр, да, что его не устроило, и как бы он хотел, чтобы это выглядело в следующий раз. Это тоже немаловажно. Да, это очень хорошо. Ну и, может быть, уже по традиции, может быть, какие-то пожелания жителям всей нашей Ульянской области от себя просто, может быть, по состоянию здоровья своего, какие-то еще советы? Ну, что может пожелать доктор, да? Безусловно, первое здоровье. Беречь себя, беречь близких, соблюдать все меры, о которых мы неустанно говорим, да, тем самым мы бережем себя, наших детей, наших родителей. Мы сохраняем обычный образ жизни. Дайте вместе не впадать в панику, просто каждый день делать то, по максимуму, что мы можем сделать в этой ситуации, да? И тогда, наверное, мы все будем живы, здоровы и переживем это время. Я очень надеюсь, что будем потом своим правнукам и детям рассказывать, как это было. И только от нас с вами зависит, сейчас от нас с вами зависит, как это будет потом. Здоровья всем, здоровья и здоровья. Замечательно. Ну, я вообще говорю всегда, что жители Ульянской области как-то отличало, что мы вот как-то одна какая-то, как большая семья, такая вот, всегда вместе реагируем на какие-то проблемы, да, и сплоченность какая-то, да. Поэтому я думаю, что действительно мы справимся с любыми проблемами и с этой пандемией, и с всеми проблемами, которые пришли с этой коронавирусной инфекцией, да. Ну, и я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. 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 Смирнов.